Пострадавшие от коронавируса индивидуальные предприниматели и организации различных отраслей Верхневолжья получили субсидии на сумму более 270 миллионов рублей. Федеральная налоговая служба России по Тверской области напоминает, заявление на получение субсидий за апрель необходимо подать до 31 мая. Такие субсидии, напоминают, в налоговой службе предусмотрено постановлением правительства за номером 576 от 24 апреля текущего года. И выплачиваться они будут за апрель и май. Это, как все помнят, было время вынужденного для многих простоя в условиях пандемии. Право на получение субсидий имеют организации и индивидуальные предприниматели, которые состоят в реестре малого и среднего предпринимательства на 1 марта 2020 года, чья деятельность и чей основной АКВЭД признан пострадавшим в этих условиях. Они у нас тоже определены, эти АКВЭДы. Еще одно условие. У претендентов на получение субсидий не должно быть недоимки, во всяком случае не более 3000 рублей. А еще с начала пандемии претенденты на субсидию не должны были сократить штат сотрудников более чем на 10%. Подо все эти критерии попало верхневолжское предприятие «Тверские сувениры», которое, как и многие предприятия, связанные с туристическим бизнесом, потерпело от коронавируса значительный ущерб. Мы попали в список пострадавших отраслей одни из последних. И 13 мая мы подали заявку. И уже через 5 дней получили субсидию. Даже не ожидали, что наша налоговая быстро сработает. Спасибо государству, что оказала поддержку, потому что с 1935 года мы работаем, сохраняем промысел. На сегодняшний день в налоговую службу с заявлениями на субсидию обратилось более 8000 налогоплательщиков. Размер субсидии рассчитывается, исходя из количества работников, умноженное на ежемесячный мрот. Это 12 130 рублей. Заявление можно направить по почте, можно направить с помощью личных кабинетов. Это личный кабинет юрлица, личный кабинет ИП. Причем совсем недавно появилась возможность направить данное заявление без электронной подписи. Очень удобно для налогоплательщика. Но если налогоплательщик не является пользователем личных кабинетов, мы приглашаем на нашу официальную страничку сайта www.nalog.ru и с помощью сервиса, который называется «Ваш бизнес пострадал», получите субсидию. Можно сформировать это заявление, распечатать и принести к нам в бокс. Такие боксы установлены в каждой налоговой инспекции. И еще, если у Вас есть недоимка, превышающая 3000 рублей, долг можно погасить и вновь подать заявление на субсидию. Безвозмездная денежная помощь предусмотрена государством за апрель и май текущего года. Заявление на апрельскую выплату успейте подать до 31 мая. Прием заявлений на майские выплаты проводится с 1 по 30 июня. По подсчетам специалистов, право на субсидию имеют около 15 тысяч налогоплательщиков Верхневолжья.